Уважаемые рыбы, всем доброго времени суток, вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 15 по 21 июля, включительно что вас ждет в этом периоде, о чем вам нужно знать и женщинам и мужчинам, рыбкам. События этой недели мы разбираем в общем, все что касается дома, семьи, взаимоотношений, работы и карьеры, финансов, ваши доходы в целом рассматриваем, также все то, что в отношении вас исходит из внешнего мира, разбираем, смотрим, что в скрытых факторах, подводим итоги всей этой недели, также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора, и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания, та карта, которую я достану последней, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос, думайте о своем желании. Колода готова, кому нужно больше времени, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке карт. Уважаемые рыбки, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. В ваш расклад выпало два очень сильных, мощных, старших аркана. Один из них это карта Солнца, второй это Колесо Фортуны, и эти карты выпали в основу вашей жизни. Это говорит о том, что вам в ближайшее время должно вести, и что-то в вашей жизни должно меняться. Но такое впечатление, что вы постоянно натыкаетесь на какие-то препятствия. Также есть еще две сильные карты старших арканов, императрицы и императора в Большом Кресте вашей судьбы. Это говорит о том, что на жизнь женщины, если меня смотрят женщины-рыбки, большое влияние будет иметь мужчина. Для тех женщин, которые в супружестве, это ваш супруг, вам нужно будет что-то согласовывать, вам нужно будет что-то решать вместе. И не важно, в каких отношениях вы были до того. Если говорить о мужчинах-рыбах, то на вашу жизнь также может влиять женщина. Женщина, которая для вас является очень важной особой для тех, кто в паре. Это супруга, любимая женщина, но это может быть какая-то очень важная особа из внешнего мира. Я вижу еще одну женщину, с которой вы можете быть связаны работой или финансами. Но, по-моему, эта женщина в ваших мечтах, если говорить о мужчинах. Каждый из вас много в ближайшее время в своей жизни способен брать под свой контроль что женщины, что мужчины. Но показано, что вам нужна дополнительная помощь противоположного пола. Как бы вы не были умны, сильны или уверены в себе. Расклад начинается с двух негативных карт. Это рыцарь мечей и восьмерка. Обе карты говорят о огромном напряжении, в особенности в начале этой недели. Карты могут показывать какие-то конфликтные, спорные, неприятные ситуации, неприятные новости. Когда вас кто-то или что-то раздражает или выводит из равновесия. По рыцарю мечей к вам может кто-то идти с определенными претензиями. Или вы с кем-то захотите выяснить отношения и в каком-то вопросе расставить точки над «и». Но все это делается в порыве эмоций. Что-то развивается непредсказуемо. Также карта рыцаря мечей может показывать посыльного, служащего, военного. Но не обязательно. Это может быть любой другой человек, из-за которого вы можете испытывать дискомфорт. Поэтому по первой карте какие-то важные дела, ни что-то старое, ни что-то новое решать в начале периода не стоит. Но если вы в понедельник хотели бы с кем-то, например, поругаться, действительно в какой-то вопрос внести ясность, поставить в чем-то вопрос ребром, вот это у вас получится максимально хорошо, но это не принесет вам морального удовлетворения. Даже если вы сами стараетесь таких ситуаций избегать, возможно, кто-то вас будет на что-то такое подобное провоцировать. То, что касается каких-либо официальных дел, справок, бумаг, документов, если что-то вы оформляете, могут быть сложности. То есть карты могут показывать и такую ситуацию. Может быть поэтому у кого-то нервы. Если вы пытаетесь или для вас важно что-то ускорить, как бы вы ни старались, ускорить что-то не получается. Потому что по восьмерке мечей, которая выполнена входящие события, тут далеко не все от вас зависит. Тут есть какие-то внешние факторы, люди, другие обстоятельства, которые влияют на вашу жизнь и на ваши действия. В какие-то моменты вы можете себя чувствовать как муха, которая оказалась в воде. Эта карта может показывать любые ограничения и препятствия, которые вас беспокоят, о которых вы не можете не думать. И несмотря на то, что может быть на физическом уровне вам сложно что-то поменять быстро, ваша голова все равно постоянно работает. И мысленно вы ищете выход из создавшейся той или иной ситуации. Пока какая-то сложная или спорная для вас ситуация будет больше на самотеке. Но вы понимаете, что рано или поздно вам нужно будет предпринимать какие-то шаги, решительные действия, принимать какие-то решения. На этой неделе будьте внимательны в любых финансовых сделках, потому что именно в Дом финансов для вас выпала пятерка мечей. Карта негативная. Она может говорить о том, что по деньгам вас кто-то может подставить, кто-то может захочет воспользоваться какими-то вашими благами. Или кому-то рвет глаза ваш успех, потому что кому-то кажется, что у вас лучше, чем у него или у нее. По факту в Малом кресте вашей судьбы мы видим сразу три карты мечей. Вот Малый крест вашей судьбы. Это Двойка мечей, это Пятерка мечей, которая выпала в Дом финансовый. Это Восьмерка мечей. И закрывает ваш расклад Семерка чаш. Карта тоже не очень хорошая в комбинации с этими арканами, потому что она говорит о каких-то ваших иллюзиях. О том, что либо вы в чем-то своей возможности переоцениваете, либо недооцениваете. Либо вы переоцениваете или недооцениваете ваших врагов или конкурентов. Если у вас на сегодняшний день есть должники, вам кто-то должен денег. Я не вижу того, чтобы вам кто-то собрался эти деньги отдать. Наоборот, вас еще могут в чем-то обвинять, негодовать и считать, что вы кому-то должны. Если вы у кого-то брали какие-то деньги ранее, тут тоже мог уже образоваться конфликт, который может решаться не самым лучшим образом. То, что касается новых кредитов, долгов, лучше в этом периоде никому по деньгам ничего не давать и так же самому ничего в долг не одалживать. Не стоит оформлять никаких кредитных линий. Те, у кого есть кредитные линии, тут могут быть сложности по выплатам. Но закрывать свои долги все же придется. Если вам кто-то должен денег, то, скорее всего, тут без конфликта впоследствии не обойдется. Или без каких-то напоминаний не обойдется. И если вы не в силах самостоятельно решить такой вопрос, вам нужно прибегать к помощи юристов. Но среди этих карт в центре вашего расклада мы видим шестерку жеслов. Это карта ваших кармических задач. И это карта успеха. Эта карта говорит о том, что вы обязаны верить в себя. Вы должны все-таки стремиться к переменам. Эта карта огромной активности. Если эти карты показывают то, что у вас где-то руки опускаются, и действовать особо не хочется, или сил на что-то нет, то по этой карте нужно все равно включаться, идти к своим целям. Есть и те люди, которые способны вам помочь, потому что по этому аркану есть единомышленники или есть друзья. То, что касается любой конфиденциальной информации, карточек ваших счетов, каких-либо личных данных, кто-то этим всем может интересоваться. Поэтому будьте бдительны и внимательны в таких вопросах. Несмотря на то, что в центре мы видим и две сложные карты, и император, и императрица говорят о том, что в жизни есть в любом случае и стабильность, и чье-то плечо вы будете чувствовать, и развивать вы что-то сможете, или менять что-то сможете. Многие из вас пытаются успеть что-то и дома, и на работе. Если говорить о мужчинах-рыбах, вы даже когда дома, ваша голова не отдыхает, потому что вы можете быть основным добытчиком в семье. Давайте сразу же возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу тех, кто работает, и тех, кто не работает. Это для тех, кто при работе выпал паш-монет. Карта практичная. Она говорит о том, что много рабочей суеты. Это какие-то разговоры, телефонные звонки, обсуждения. Но в принципе карта позитива. Она показывает огромное трудолюбие, старательность. Может показывать и процессы образования, обучения. Если вы чему-то учитесь, продолжайте учебу. Какие-то новые или дополнительные знания, навыки вам тоже будут полезны. Эта карта, конечно, не показывает огромных денег. Но, может быть, сейчас вам что-то приходится делать как на перспективу, но будет успех. В работе улучшения будут по центральной карте. Для тех, кто без работы, для вас выпла десятка монет. Явно есть кто-то, кто готов вас финансово поддержать. Может быть, у кого-то есть дополнительный источник дохода. Или даже будучи дома, вы занимаетесь чем-то интересным, что может приносить вам прибыль. Если у вас такого дополнительного источника доходов еще нет, стоит об этом задуматься. Но эта карта как семейного бизнеса, когда вы что-то с кем-то делаете сообща. Также эта карта может показывать какие-то праздники, гостей в доме. С поиском работы вам может помочь кто-то из родных и близких. Актуальное развитие семейного бизнеса. Или с трудоустройством вам может помогать кто-то тот, с кем раньше вы имели дела, с кем вы раньше сотрудничали. По этой карте вы можете и работать, и отдыхать, и в доме еще что-то решать. То, что касается тех, кто на пенсии, или вы по другим причинам дома, для вас выпла карта короля жезлов. Многое зависит от мужского лица. Если говорить о женщинах. Или вы с мужчиной что-то интересное для себя будете обсуждать. Или мужчина поддержит в чем-то. Для мужчин эта карта может показывать любое мужское лицо рядышком с вами. Человек, который заинтересован в вас, в вашей дружбе, в вашем сотрудничестве. И может быть такой человек вам что-то интересное предлагает. Поэтому даже будучи дома или на пенсии, вы можете для себя найти полезное занятие, которое еще и деньги позволит заработать. Если подобные проекты есть уже, в них я вижу только развитие. И если говорить о женщинах-рыбах, вы можете быть весьма публичной личностью, потому что я вижу, что многие вас ждут. Для многих важно ваше мнение, какой-то ваш совет. Показано, что у вас большая душа и большое сердце. Вы все готовы выслушать, все готовы принять и понять. Но есть все-таки зависть рядышком с вами по пятерке мечей. Я вижу, что у вас в недавнем прошлом с кем-то или был конфликт, или была какая-то неприятная ситуация. И по всей видимости, тот человек или те люди до сих пор не успокоились. И если, например, говорить о том, чтобы куда-либо на этой неделе инвестировать свои деньги, этого лучше не делать, так как в дом финанса выпала негативная карта пятерки мечей, она может предполагать потери, неудачи финансового характера. Поэтому то, что касается купли, продажи, движимого или недвижимого имущества, также, если вы инвестируете свои деньги в ценные бумаги, акции, можете действительно оказаться в больших минусах, поэтому не рискуйте. Расклад говорит и о том, что многие из вас могут находиться в состоянии разъездов, какие-то дороги могут планироваться на ближайшее будущее, у кого-то такие поездки уже могут быть в середине этого периода, если вы в начале недели куда-то направляетесь, дороги могут быть нервными, или что-то может препятствовать этим дорогам, то есть если куда-то нужно поехать, возможно то, что чего-то приходится ждать. Ну а дороги осуществить вы все-таки нужные сможете. Переходим в вашу личную жизнь в начале тех, кто в паре. Для тех, кто в паре, выпала карта императора и карта двойки мечей. Основной добытчик в доме – это мужчина. Если говорить о мужчинах-рыбах, вы заботитесь о своих близких, вы делаете многое для того, чтобы обеспечить комфорт, быт. Но это карта некой авторитарности, то есть и вашу вторую половинку вы где-то подавляете в чем-то. Ваша вторая половина обижается на вас, ей может не хватать вашего внимания, вашего тепла. Но, возможно, вам просто сейчас не до этого. Я вижу, что семью вы в любом случае хотите сохранить и сберечь. И если говорить о женщинах-рыбках, вы часто мужчиной не поняты. Но ваш мужчина считает, что он во всем прав и делает все правильно. Ругаться или говорить о чем-то бесполезно, мужчина все равно окажется правым. Для наших свободных рыбок выпали карты гораздо лучше. Это карта солнышка, это колесо фортуны, это карта королевы монет, которые говорят о том, что если вы на сегодняшний день с кем-то встречаетесь, ваши отношения стремительно будут развиваться. Но по колесу фортуны в вашу жизнь может войти еще кто-то. Это может быть спонтанное или неожиданное знакомство. Это человек, которого вы еще не знаете. Такие знакомства могут произойти в дорогах, где-то на отдыхе. Может быть, вас кто-то неожиданно с кем-то познакомит. Карты показывают судьбоносную встречу, которая в целом сможет изменить всю вашу жизнь. Те рыбки, которые свободны, многие уже до конца этого года будут в паре. Либо с момента просмотра этого расклада в течение 12 ближайших месяцев, то есть до июля уже 25-го года, вы точно найдете свою вторую половинку. Независимо, были вы до этого в отношениях, не были, есть у вас дети, нет детей. Для тех, кто молод, эти карты говорят о том, что вы еще сможете родить ребенка при желании. А для тех, у кого уже есть дети, ваши дети не являются помехой. Или дети того человека, который войдет в вашу жизнь, не будут создавать помех для счастья вашего. Вас ждет очень много интересных дорог, путешествий. И финансовый взлет карты показывают. И какие-то новые возможности по работе и в творческом плане тоже у вас есть. Поэтому все в ваших руках. Не упустите в чем-то свои возможности. Они уже на вашем пороге. У кого-то эти изменения происходят уже сейчас. Если вы уже с кем-то живете под одной крышей, это общие планы, общие разговоры, общий отдых, общие дороги. Даже если вы с кем-то сейчас на расстоянии, вы это расстояние сможете сократить. Расстояние для вас не преграда. Потому что этого хотят оба. Вскрытые факторы. Для вас выпала шестерка мечей, карта короля мечей и карта рыцаря жезлов. Две мужские фигуры. Здесь снова мы видим дороги. Решение каких-то серьезных деловых или официальных вопросов будет происходить. Или по дорогам что-то будет оформляться, переоформляться. Может быть тут организация каких-то поездок, билеты, визы или что-то еще в этом роде. Закрепление своих прав в чем-то. Если говорить о женщинах, то какие-то юридические или деловые вопросы вам помогает решить мужчина. Это касается и мужчин-рыб. Но вы с кем-то для себя, может быть, дополнительно консультируетесь. Пытаетесь какой-то вопрос или лучше изучить, или во что-то вникнуть. На завершение этой недели выпала семерка чаш. Карта грез, мечтаний, надежд. Она больше показывает бездействие, чем действие. Она может говорить о том, что вы можете остаться дома и о чем-то мечтать. Либо, может быть, вы в течение недели что-то думали по поводу выходных, но так никакого конкретного решения и не приняли. Что же вы на выходные будете делать? И получается, что вы в таком неком подвисшем состоянии. Но отдохнуть при желании вы тоже сможете, потому что эта карта не говорит о напряжении. Откроем карту дополнительного совета или форс-мажора. На дополнительный совет выпала карта старшего аркана папы. Высшие силы вам всячески будут помогать. Это карта божественного вмешательства, божественного проведения. И для мужчин и для женщин она может показывать еще одно мужское лицо человека очень значимого и важного, от которого что-то может зависеть. Для кого-то эта карта может даже показывать человека как учителя или духовного наставника. Для кого-то карта может показывать мужчину постарше, отец, дядя, какой-либо чиновник. Эта карта может показывать монастыри, храмы, места, силы, в которых вы себя почувствуете лучше. И в ближайшее время может появиться такое желание такие места посетить. Эта карта огромная, внутренней верой, которую вы не должны терять, так как эта карта совета для вас. И так как она выпала и в форс-мажор, по вашей вере вам будет дано. Поэтому вы обязаны верить, карта очень хорошая. Посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта Туза Жезлов. Ответ – да. Желаемое вы получите. Даже если по вашему вопросу ранее были какие-то препятствия, продолжайте идти к своей цели, проявите инициативу собственную в своем вопросе, и все получится. На ваш вопрос будет влиять еще несколько людей. Уже в самом ближайшем времени будет положительное движение. Давайте также традиционно возьмем еще несколько дополнительных карт. И для этого я обращусь к каракулу. Что еще вам нужно знать на самое ближайшее время? Сама собой на стол спешит карта дома. Эта карта может показывать ваш дом, очаг, отчий дом, в котором вы родились, выросли, дом ваших родителей. Где-то вас ждут. Для вас очень важно, возможно, что-то поменять. Либо в доме, либо в отношении жилищного вопроса. С одной стороны, очень хорошие возможности, с другой стороны, все как-то нервно. Или у вас одни желания, у кого-то рядышком другие желания. Тут конфликты интересов. Но даже с близкими людьми по центральной карте вы всегда сможете договориться. Обратите внимание на то, что я работаю с двумя совершенно разными системами. Это Таро, а это Аракул. И в двух колодах для вас выпала карта Солнца. Посмотрите, в вашем раскладе уже была карта Солнышко. И если она выпала в повторе, вам это гарантирует удачу и счастье во многих вопросах. Эти карты могут показывать отдых, благоустройство дома. То, что положительно решатся любые вопросы, связанные с вашими близкими, которые вас сейчас могут волновать. Или имущественные вопросы. Еще одна дополнительная карта. Это карта Сада. Может быть, у кого-то есть дача, какой-то участок, на котором вы будете. Ваш дом может открыт для друзей, для близких. В доме может быть шумно, громко. Веселье, праздник, какие-то хорошие, приятные разговоры. Вы показаны, как очень яркий человек. И во внешнем мире вы можете быть человеком, в котором нуждаются другие. Человеком, которого всегда где-то кто-то ждет. Поэтому у вас может быть очень много друзей. Или просто тех людей, которые тянутся к вам. Уважаемые рыбки, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Всем отличной недели. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан. Ставьте лайки за проделанную мною работу. И я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok